Он понимал, что это будет не здесь Я не говорю, хочу сказать, что он оперировал каким-то в терминах социал-демократической партии, которые уже возникли в конце 19-го, начало 20-го века Он далек был от политики, но тем не менее он понимал, что буржуазность это не есть тот дух, который эта реальность выражает Буржуазность выражает, говорил он, западничество, но и вы родные славянефилы тоже При все, значит, одни по-западному воспринимают Россию, но они все за такой капитализм А вы-то, говорит, обращаясь к лавнефилам, вы-то как? Вы за что? Вы за патриотизм, но абсолютно за тот же капитализм, только, кстати, вид сбоку Что меня не устраивает, говорил Стасов И я разрабатываю и продвигаю совершенно другую линию И всегда говорю, что русский народ, а как он русский понимал и только что сказал, не является народом буржуазным Не надо сказок никаких, вы думаете для себя или для кого-то еще, но это не имеет отношения к тому, что мы называем русским Вот это очень важно Вот просто я еще раз говорю, это все я сказал только для того, чтобы еще раз подчеркнуть Стасов работал для будущего, и это будущее, с его точки зрения, не может быть буржуазным По той причине, что русский народ не расположен к этим буржуазным ценностям Которые выражают не только западники с Петром Первым, но и славянефилы с Алексеем Михайловича, начиная Вот, собственно говоря, та проекция России, которую удалось совершенно случайно нащупать И я ее как следователь, как следователь, Мария Анатольевна, как следователь распутывал Значит, шаг за шагом, набирая этот материал по различным журналам, которые я вообще не знал И вот потихонечку сложилась на самом деле та картина, которая волновала во второй половине 19 века очень многих И это было действительно полноценное направление русской мысли наряду и со славянефилами, и с западниками К сожалению, выпившись Вот теперь наша задача это направление вернуть и вдохнуть в него жизнь Вот, собственно говоря, моя задача такая КОНЕФИЛЬНОВА